Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре, тему которого вы видите на экране. Мы благодарим вас за проявленное внимание к нашему мероприятию, за время, которое вы на нас уделили. Мы будем рады оказать вам, кроме информации, которая будет сегодня озвучена, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Контакты вы видите на экране, то есть наша электронная почта, телефонные номера и, соответственно, адрес сайта, на котором достаточно много разной полезной информации. И хочу обратить ваше внимание на то, что если вдруг окажется, что вы не сможете до конца, например, дослушать наш вебинар, времени не хватает или неудобное время, то через небольшой промежуток мы выкладываем на сайт наши вебинары и вы сможете немного позже посмотреть его уже в записи, ну, соответственно, задать какие-то вопросы и, возможно, вам потребуются услуги, которые наша компания может вам предложить. Это все услуги, которые касаются обслуживания, внедрения, установки, настройки. То есть все, что вокруг 1С и работ по этому поводу, соответственно, мы будем рады оказаться вам полезными. Итак, план нашей сегодняшней встречи, это вы видите то, что сейчас на экране. У нас сегодня не совсем обычная тема, потому что она посвящена последним изменениям, которые были приняты в связи с тем, что были введены санкции и, соответственно, наше государство на них отреагировало, включило какие-то новые новшества, которые обязательно надо учитывать в программе. Итак, мы сегодня поговорим с вами о том, какие изменения были в связи с этим. То есть были операции, которые можно было производить только по разрешению ЦБ России. И поскольку сейчас немного смягчаются эти требования ЦБ, то, соответственно, как обстоит обстановка на текущий момент и что у нас теперь можно делать, а что все-таки еще нельзя. Ну, соответственно, поскольку банковский контроль основательно усилен за операциями и как между юридическими лицами, так и между физическими лицами, то мы поговорим про то, какие ограничения сейчас еще действуют, что смягчилось по состоянию на 1 июня этого года. Ну и затронем такую тему немножко в качестве справочной информации, поскольку приближается все-таки отчетный период сдачи отчетности за 9 месяцев. То затронем, в принципе, уже не особо новые, конечно, это прошлогодние изменения, но тем не менее, если кто-то вдруг не сталкивался и не обращал внимания на это, то мы поговорим про новые основания, которые налоговики имеют право применять с лета прошлого года, когда ваша декларация может быть признана непринятой. Ну и, соответственно, немного мы поговорим про то, что у нас есть в 1С, что мы можем использовать. Как у нас будет построена сегодняшняя встреча? Нормативную информацию мы с вами будем смотреть на слайдах и будем переключаться на демо-базу. Сейчас я туда переключусь. Демонстрационная база ERP версия 2.5. Хочу обратить ваше внимание вот на какую тонкость. То есть смотреть мы с вами будем сегодня, так сказать, переключаться в программу релиза 2.5.8.64. Это не самый последний релиз, но, тем не менее, достаточно новый. Почему мы будем смотреть на этом релизе? Потому что, возможно, у кого-то еще не установлены самые последние версии, для него будет непривычен какой-то интерфейс, потому что разница между 2.5.8 и предыдущими версиями достаточно существенная. То есть где-то изменена компоновка интерфейсов, где-то изменены данные. То есть, например, на релизе 2.5.7 происходило слияние маршрутных карт и ресурсных спецификаций. Поэтому смотреть мы будем на релизе 2.5.8. Сейчас я закрываю и мы с вами возвращаемся обратно в наши слайдики. Итак, что же это у нас за изменения, которые происходили в связи с принятием санкций? Были ограничены, соответственно, операции по валюте и по валютному контролю. Были достаточно сильно ограничены многие банки, многие банковские операции. Извините, Банк России устанавливает максимальный размер операции, в пределах которого, обращаю внимание, нерезиденты вправе осуществлять операции. То есть это имеется в виду без каких-либо дополнительных разрешений. Для того, чтобы нерезиденту совершить операцию в сумме, которая превышает этот установленный размер, требуется получить разрешение Центробанка. Это, так сказать, немножко история развития событий. То есть первоначально были очень сильно ограничены и суммы, и организации, поскольку был принят, так сказать, перечень недружественных государств. Ну и, соответственно, сейчас понемногу происходит ослабление. Значит, необходимо было получать разрешение правительственной комиссии. То есть не конкретного какого-то банка, а именно правительственной комиссии. В марте затем изменения были у нас в начале апреля этого года. Банк России устанавливал лимиты, по которым применяются пределы. То есть было 30% для предоплаты или аванса, 0 рублей для приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке юридическими лицами, нерезидентами. То есть, обращая внимание, именно нерезидентами. Затем, в середине апреля уже эти меры были смягчены. Банк России указал, что предел в 30% не применяется к некоторым видам операций и договоров. Например, для предоплаты или аванса в сфере туризма, выставочной деятельности, коммунального обслуживания. 9 июля Банк России в рамках предоставленных ему полномочий свою позицию скорректировал по ряду вот этих вопросов. Ну, во-первых, отменяется именно предел в размере 30% для предварительной оплаты или авансовых платежей, которые осуществляются резидентами в пользу нерезидентов. Во-вторых, сохраняется предел в размере 0 долларов США, либо иной иностранной валюты, для ее покупки на внутреннем рынке юридическими лицами-нерезидентами, которые являются иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия. То есть государства, которые попали в перечень недружественных, для них продолжают действовать эти ограничения. Но банки-нерезиденты, которые являются иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, то есть попавшие в этот список, вправе осуществлять на внутреннем валютном рынке куплю-продажу иностранной валюты за другую иностранную валюту. Вот, собственно, причины и условия вы видите на экране. То есть поставочный валютный форвард и своп-договор, которые предусматривают поставку одной иностранной валюты за другую иностранную валюту. В этом случае при условии, что курс покупки иностранной валюты за иную валюту, либо цена договора, то есть заключающейся сделки, в рамках которой осуществляется покупка иностранной валюты, не будет отклоняться более чем на 2% от курса покупки, складывающейся в момент заключения договора. Ну, то есть, собственно говоря, у нас остаются достаточно жесткие ограничения для недружественных государств, приводятся послабления, которые касаются государств, которые не попали в этот перечень. Ну и, соответственно, для таких организаций мы сейчас посмотрим, что у нас изменилось, что у нас смягчилось. Значит, указом президента от 28 февраля номер 79 и 81 требуется разрешение, про которое мы с вами сначала уже обмолвились. Для чего требуются эти разрешения? Разрешение требуется для совершения определенных операций, в которых на настоящее время в России существует запрет. То есть, покупка валюты, оплата в валюте, переводы в валюте. Хочу немножко просто экскурсию сделать в прошлое. Кто у нас относится к нерезидентам? То есть, к нерезидентам у нас относятся и граждане Российской Федерации, и ИП, иностранные граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают в России на основании вида нажительства. То есть, это практически в основном лица бывших союзных республик, которые не выезжают за пределы территории России на протяжении 180 дней. Ну, российские организации, в том числе участники ВЭРС, кроме юридических лиц, которые были зарегистрированы в соответствии с законом 290 ФЗ от 2018 года. Ну, соответственно, представительства и иные подразделения российских организаций за границей. То есть, это все у нас относится к резидентам. Теперь организации, в отношении которых в настоящее время в России действует либо запрет, либо определенный особый порядок. То есть, такие операции, это предоставление кредитов, либо займов в рублях нерезидентам из недружественных стран. Это сделки, операции с нерезидентами, которые влекут за собой возникновение права собственности. То есть, это торговля ценными бумагами и недвижимостью. Также под этот перечень попадает заключение сделок с иностранными лицами, которые не являются резидентами государств, поименованных в распоряжении правительства. Ну, то есть, это касается торговли ценными бумагами и недвижимости. Предоставление в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займов. И зачистение резидентами иностранной валюты на свои счета в заграничных банках, ну, либо в других организациях, которые занимаются финансовыми операциями. Также продажа участниками ВЭД части валютной выручки в размере не менее чем 80%. Обращаю ваше внимание, что 80% это цифра, которая была принята первоначально. В настоящее время процент продажи валютной выручки снижен. То есть, тоже принято смягчение требований. И сделки, по которым Совет директоров Банка России определяет предельную сумму операций. То есть, это то, что касается особых условий. То есть, операции, которые мы с вами видим сейчас на экране, именно относятся к особым. И мы должны будем учитывать это при работе с такими инструментами. В соответствии второго пункта указа президента от 18 марта номер 126 до 31 декабря текущего года без разрешения Центробанка не было разрешено оплачивать доли, вклады и паи в имущество. То есть, это, соответственно, уставной капитал или складочные, паевые взносы, если это касается организации нерезидента, то есть участия в иностранных компаниях. Также было не разрешено производить взнос нерезиденту в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием, если это были как вложения. То есть, если предприятия имели договора о совместной деятельности, то инвестировать какие-то как вложения уносить было не разрешено. Разрешение не требовалось, если указанные операции осуществлялись в пользу резидентов из стран, которые не поименованы в перечне, то есть, которые являются дружественным и в валюте таких стран. Получение разрешения – это достаточно трудоемкая на данный момент операция. И чтобы получить такое разрешение, необходимо было обращаться с заявлением в Минфин. Формы заявления как такового установлены нет, его можно подать в свободной форме. И подать заявление может резидент или нерезидент из стран, которые утверждены распоряжением правительства 430-Р. Обращая ваше внимание на это постановление, мы к нему еще несколько раз будем обращаться. К заявлению прикладываются документы. Вы видите перечень документов, которые необходимо к нему приложить. И перечень достаточно большой. То есть, первое – это само по себе обращение. Соответственно, в нем вы должны указать, для чего вы просите разрешение на проведение такой операции. Соответственно, планы, сколько это у вас будет действовать, существенные какие-то подробности про сделку. Ну, то есть, описать достаточно подробно, для чего вы просите разрешение. Подтвердить, что ваша организация зарегистрирована соответствующим образом. Ну, практически для российских организаций это записи в ЕГРИК, то есть, соответственно, регистрационная информация, которая содержится в открытом доступе. В обязательном порядке прикладывается документ, который удостоверяет личность заявителя. Ну, то есть, соответственно, это либо паспорт, либо имя документ, который его заменяет. Еще один документ – это подтверждение полномочий заявителя. То есть, если это не является юридическим лицом, то, соответственно, подтверждение в соответствии с законодательством той страны, в которой организация учреждена. И сведения, учредительные документы – это в обязательном порядке. И документы о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и так далее. То есть, раньше обычно редко запрашивали такую информацию. С 1 июня этого года получение разрешения для осуществления указанных операций не требуется. Но не требуется оно не априори, а в том случае, если соблюдаются некоторые условия. То есть, первое условие – это операция проводится в рублях, либо в иностранной валюте дружественного государства. То есть, государства, не поименованного в перечне, про которого мы с вами только что говорили – 430Р. То есть, это независимо от местонахождения получателя денежных средств, именно получателя. И второе – если операция проводится в иностранной валюте государства, которая поименована в перечне недружественных. То есть, соответственно, опять же, это 430-е распоряжение. И опять, оно касается лиц, которые независимо от местонахождения получателя денежных средств. То есть, если мы осуществляем с вами операцию в валюте недружественного государства, то в этом случае действуют ограничения по сумме операции. То есть, операцию выполнить мы можем, но до 15 миллионов рублей. Либо эквивалента иностранной валюты по официальному курсу ЦБ на дату платежа. Обратите внимание. Соответственно, уже немного ослаблен контроль, но тем не менее, все-таки это достаточно жесткие условия. Сейчас мы с вами переключимся в демо-версию и немножко поговорим о том, что нам нужно в обязательном порядке указывать и на что ориентироваться. Поскольку кроме вот этих распоряжений и нормативных актов, которые связаны с ограничением операций в валюте, с прошлого же года действует перечень операций, которые банки должны контролировать в усиленном режиме. И существуют операции, которые банки могут признать сомнительными или вообще заблокировать такие операции. Сейчас мы с вами переключаемся на саму нашу демо-версию. И в принципе нас интересует раздел казначейства. Раздел казначейства в основном это банковские выписки, то есть это безналичные платежи, которые мы либо получаем, либо отправляем. И на что в связи с тем, что сейчас ограничения достаточно жесткие, это во-первых, и во-вторых усилен банковский контроль при отправке поручений, что мы должны учитывать, на что обращать внимание. То есть если у нас перевод валюты, как вы видите у меня здесь есть на экране и валютные операции, и рублевые операции. Я немножко отвлекусь на рублевые операции, хотя это не совсем вроде как наша тема, но именно для того, чтобы показать, на чем сделать акцент. Банк может запросить у вас дополнительную информацию по платежу, не только по тому, что попадает под валютный контроль, но и по рублевым. То есть соответственно обычный привычный нам интерфейс заполнения на закладочке основной. Здесь реквизиты, наши реквизиты, реквизиты нашего контрагента, то есть получателей денежных средств. Здесь ничего особого не изменилось, кроме того, что если вы делаете переводы, то нужно обязательно указывать код выплат, изменения в которые были внесены вот тоже совсем недавно. На что обратить внимание, это на поле заполнения, на заполнение назначения платежа. То есть кроме того, что вы здесь обычно указываете, желательно указывать более подробно, по какому договору, за какие услуги вы производите оплату. То есть по-хорошему здесь нужно указывать очень подробно. Многие банки это требуют уже достаточно давно, не только в этом году, но в связи с ужесточением требований, вы должны указать по какому договору, на основании какого документа, то есть, например, счет оплата по коммерческому предложению, там еще что-то. Предмет договора, то есть что это такое, то есть вот выполнение подрядных работ, это уже достаточно опасная расшифровка. То есть нужно указывать, что это выполнение каких конкретно подрядных работ. Ну, соответственно, требование, чтобы было указано НДС, сумма НДС, это сохраняется, и это действует уже очень давно. А вот подробная расшифровка назначения платежа, вот на это стоит обратить внимание. На закладочке расшифровка платежа, это уже мы внутренние документы системы подтягиваем, если мы применяем заявки на расходование денежных средств, здесь мы можем указать 1, 2, 3, ну, то есть по каким документам конкретно мы оплачиваем. Снова вернемся на закладочку основное, то есть в отношении рублевых платежей мы указываем полностью реквизиты и договора, и сущности договора, и по какому документу мы оплачиваем. По счету, по требованию, подробно. И теперь, что касается валютных переводов, то есть по валютным переводам у нас в банках списания безналичных денежных средств, у нас на закладочке основного точно так же, точно так же указывается, кто платит, кому платит, указывается сумма, если валютные платежи, то это инструкция для банка, за чей счет мы, конечно, оплачиваем, то есть за наш счет или за счет контрагента. И в назначении платежа, здесь у нас действуют обычные правила валютного контроля, то есть мы указываем с определенными реквизитами, то есть какой вид операции, за что и как. На закладочке расшифровка платежа мы подтягиваем внутренние документы, то есть заявка на расходование, если мы используем заявку, и у нас есть еще закладочка валютный контроль, что нас больше всего в этом и интересовало. То есть на закладочке валютный контроль мы выбираем код валютных операций, ну и соответственно смотрим, не попадает ли наша операция под перечень запрещенных или требующих определенного предоставления определенных документов. И назначение платежа в этом случае у нас получается одинаковое, что для валютных, что для рублевых документов, максимально подробно. Но для валютного контроля мы, естественно, указываем номер контракта, паспорт и сделки, ну то есть тех документов, которые мы имеем. Мы с вами снова сейчас переключаемся в наши слайдики. И я сейчас покажу картинку, то есть то, о чем мы с вами говорили, просто может быть у кого-то зрительное восприятие лучше. То есть на закладочке валютный контроль мы заполняем информацию для валютного контроля, указываем код валютной операции, мы в принципе без этого кода валютный контроль не пропустят платежи, так же как и раньше это требование не изменилось. Но смотрим, чтобы наши коды соответствовали. Если мы используем операцию, по которой принято послабление, то мы его должны выбрать в этом списке. Теперь еще немножечко мы отступим от прямой темы, то есть в связи с изменениями и послаблениями, так сказать, в запретах мы можем сейчас производить некоторые валютные операции, но должны учитывать, во-первых, расширение полномочий банка, во-вторых, требования правительства, ну и естественно налоговые последствия. Вот в отношении налоговых последствий тоже немножко хочу поподробнее остановиться. В прошлом году, то есть это не связано с санкциями, но это связано с расширением полномочий налоговых органов. То есть был принят для коммерции достаточно неприятный документ. Были расширены полномочия, внесены изменения в налоговый кодекс. И теперь при сдаче отчетности, то есть то, что мы с вами будем делать уже практически через две недели, нужно будет обязательно учитывать, что теперь при условии, что вы подготовили в срок нужную отчетность, сдали ее через операторов, допустим, ТКС или любым другим способом, сдали в налоговую инспекцию, получили отклик от налоговой инспекции или штамп на декларациях несветово-бумажном формате о том, что получено, то это не значит, что вы можете расслабиться, это значит, что вы еще будете какое-то время находиться в напряжении, пока налоговая ваша отчетность не прокамералит. То есть если в ходе камеральной проверки налоговая инспекция выявит, что какая-либо из перечисленных ниже причин присутствует, то вам вернут декларацию с комментариями, что она признана непринятой. То есть в этом случае проверяется, что если декларация подписана неуполномоченным лицом, то есть если на подписи, которая сопровождает декларацию, у нас указан человек, который в регистрационных данных не отражен. Как вы знаете, с 1 января этого года электронные подписи, квалифицированные, у нас выпускает только налоговая инспекция. И если, например, у вас подпись оформлена на одного человека, а фактически подписал другой, то декларация будет не принята. Если руководитель, который подписал декларацию, дисквалифицирован, и на момент подписания отчетности дисквалификация еще была действительна. Следующий пункт, если в ЕГРЮ вынесена запись о недостоверности сведений о руководителе до даты подписания декларации. На этот пункт обратите внимание, потому что и при предоставлении документации, и при переписке и с банками, и с налоговыми органами этот пункт очень важен. То есть часто очень случается, что, например, руководитель поменял паспорт по возрасту, когда положена смена паспорта, или, например, вышел замуж, сменил фамилию. Ну, то есть в этом случае, если вы не успели или забыли подать в ЕГРЮ сведения об изменении данных его документов, у вас получается, что в ЕГРЮ будет внесена запись именно в ЕГРЮ, что недостоверные сведения о руководителе. И в этом случае вы попадаете во все черные списки, то есть нужно будет, во-первых, в пожарном порядке вносить изменения в ЕГРЮ, а во-вторых, потом достаточно трудоемко проверять и добиваться, чтобы запись недостоверности была изменена. К сожалению, это происходит немного дольше, чем декларируется. Ну, естественно, если подписан, умер до даты подписания декларации. Или если декларация подана после исключения вашей организации из ЕГРЮ. Ну и самый неприятный момент, декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям. То есть теперь в случае несоответствия вашу декларацию также посчитают непринятой. То есть это новый пункт, обращаю ваше внимание на него. То есть раньше, допустим, он не включался в этот перечень. И в крайнем случае приходило уведомление, например, при выгрузке из программы, о том, что контрольное соотношение не соответствует. И вот здесь у нас получается очень интересный момент. То есть теоретически налоговая инспекция должна уведомить организацию не позднее следующего рабочего дня по ТКС, например, о том, что декларация считается непредоставленной. И в этом случае предприятие оказывается небольшой зазор по времени, то есть будет 5 дней, чтобы устранить замечание. А если мы не успеваем уложиться в этих 5 дней, то мы попадаем под штрафы. Если успеваем, то штрафных санкций не будет. И в этом случае датой предоставления будет считаться день сдачи первоначальной декларации, то есть которую вы, например, сдали вовремя. Если же мы не уложились в это время, то получается, что все штрафные санкции, которые собираются, то есть и за не сдачу за административный штраф на ответственных лиц и, соответственно, пение за просрочку по уплате налогов и полный комплект всех административных мер воздействия. К налоговой декларации необходимо прикладывать копию доверенности, если это делается не руководителем. Мы должны учитывать, что если мы получили от налоговой такое уведомление, то камеральная проверка по ней прекращается. И если это уточненка, то возобновится проверка предыдущей отчетности. То есть, соответственно, они аннулируют в принятую ранее отчетность. Собственно, поэтому не стоит на последний день откладывать, но и тем не менее до того, как вы отправите декларацию, следует пройтись по всем официальным сведениям, которые содержатся, например, в ЕГРУ, которые содержатся в статистике. То есть, во всех официальных источниках, где зафиксированы ваши, так сказать, учредительные документы. Но здесь есть еще одна небольшая ложка лептя. То есть, обязанность ФНС уведомить вас о том, что она обнаружила нарушение не позднее следующего рабочего дня, в нормативных документах прописано. И срок, что пять дней вы имеете для устранения замечания, тоже прописан. Но не прописан срок, в течение которого налоговая инспекция должна проверить, провести камеральную проверку вашей отчетности. То есть, это может произойти, допустим, через неделю, а может произойти и через месяц. То есть, пока вы не увидите на сайте налоговой инспекции, что принято уже окончательно ваше отчетность, то вы, так сказать, спать спокойно не сможете. А вот, когда вам пришло уведомление, то есть, практически получается, что при такой системе вы должны ежедневно проверять переписку с налоговыми органами, получение уведомлений и так далее. Потому что, если вы пропустите срок в пять дней, то, соответственно, вы попадаете на все штрафы. Вот на этом моменте я хочу снова переключиться на нашу демо-базу и показать, вот так, видите, и посмотреть здесь еще один момент. Мы сейчас закроем вот эти сведения, что у нас тут были по поводу переводов, чтобы они нам не отвлекали внимание. И перейдем в раздел регламентированного учета. В разделе регламентированного учета у нас есть регламентированные отчеты. Это, собственно, журнал данной отчетности. И есть дополнительные пункты по коммуникациям. Соответственно, переписка, сверки, игре, личные кабинеты. То же самое меню мы можем видеть, если мы переходим в журнал регламентированной отчетности. Сейчас он у нас пока откроется, я расскажу немножко еще о личных кабинетах. Упс, не успела. Если обратить внимание на верхнюю линеечку, то мы с вами видим, что здесь те же самые пункты меню у нас просто в другом порядке расположены, но они все присутствуют. И вываливается рекламка 1С отчетность, то есть на самом деле вот в условиях, когда очень жестко поджаты сроки, 1С отчетность это дополнительный сервис, который позволяет миновать одну ступень, то есть обмен с оператором ТКС и работать напрямую с сайтом налоговых органов или других небюджетных фондов, неважно. Я немножко отвлекусь, хочу про этот сервис пару слов рассказать. То есть вы видите на заставочке здесь есть ссылка, где можно поподробнее прочитать про сервис и как можно подключиться к 1С отчетности прямо сейчас сходу. На самом деле подписка на ИТС у предприятий, которые работают постоянно с 1С, она обязательно и она бывает двух видов. То есть это может быть проф и может быть техно. Подписчики проф имеют немножко более широкий выбор сервисов, которые они могут подключить бесплатно. То есть вот эту 1С отчетность вы можете на одно юрлицо подключить бесплатно, если у вас подписка проф. Если у вас подписка техно, то некоторые сервисы будут платными, но платными они будут, можно сказать, в нынешних условиях весьма номинально, потому что например дополнительный сервис проверка контрагента, который экономит много времени и дает возможность обезопасить себя от претензий налоговиков, на год подписка стоила порядка 4800 рублей. Ну то есть очень немного. Ну и подключиться к отчетности все-таки лучше делать через вашу IT-службу. Так, мы с вами возвращаемся на меню коммуникации, если можно так сказать. И значит, что мне хотелось вам сказать, это про личные кабинеты. То есть, во-первых, интерфейс в принципе всем знакомый и достаточно похож на интерфейс операторов ТКС, то есть и СБИС, и Астрал, и другие операторы содержат примерно ту же информацию. То есть, мы видим наименование, мы видим состав, не состав, извините, состояние и по какой организации. Уведомления, то есть, соответственно, это обмен данными с налоговыми органами, когда мы отвечаем на какие-то их требования или получаем. Ну, собственно, переписка это тоже понятно, то, что мы можем отсылать, перекладывая какие-то документы, а вот то, что нас более подробно сейчас интересует, личные кабинеты, переходим сюда и обращаю ваше внимание, то есть, здесь есть возможность работать с личными кабинетами и налоговой инспекцией, то есть, и юридических лиц, и ИП, то есть, в этом случае здесь достаточно удобный вход, потому что можно переходить как централизованно по логину и паролю, так, например, для ИПСов очень удобный формат, учетная запись через госуслуги можно входить. для чего нам это нужно, то есть, это нужно для того, чтобы максимально быстро мы могли перейти и ответить на требования, если налоговики признали вашу отчетность не сданной. Сейчас мы снова сюда вернемся, и также можно общаться и с ФСС, что тоже очень актуально, потому что, как вы, наверное, слышали про это уже многие юридические консультационные фирмы писали, что со следующего года пенсионный фонд ССС и ФСС объединяются в один общий фонд, и, соответственно, у нас уже сейчас электронные больничные, ну, то есть, больничные листы выпускаются только в электронной форме, соответственно, на сайте ФСС создан личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности и просто личный кабинет, в котором можно там отслеживать результаты проверок, переписку, то есть, и так далее. И хотел обратить ваше внимание еще на работу со статистикой, то есть, можно настроить личный кабинет для работы со статистикой, потому что статистика с этого года начала применять штрафные санкции и штрафы там у нас достаточно большие, то есть, у нас штраф на юридическое лицо порядка 70 тысяч рублей, то есть, за не сданную отчетность, за не вовремя сданную отчетность, ну, и, соответственно, штрафные санкции на ответственных лиц организации за, ну, как бы, за такие же, за эти же нарушения. Сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдам и, значит, что мне хотелось сказать по поводу признания не сданной отчетности, что эти правила касаются отчетности, которая была, которая сдавалась с 1 июля прошлого года и сюда входят и уточненки, то есть не предоставленная информация приравнивается к тому, что такого отчета не было. Ну, соответственно, это увеличет за собой полный пакет штрафных санкций. Напомню, что штрафные санкции за несвоевременную подачу декларации составляют, во-первых, 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц в просрочке, то есть а это обычно получаются достаточно существенные суммы. Кроме этого, у предпринимателей возникает риск блокировки счетов и невозможность подтвердить вычеты по НДС, пока не будет принята декларация вашего поставщика. Еще немного изменились сроки, то есть что с 1 июля прошлого года при опоздании с сдачей отчетности счет заблокируют не через 10 дней, а через 20. Ну, на самом деле получается, что срок немножко, в общем-то, будет другой, потому что пока вы получите уведомление о том, что вы не сдали или ваша отчетность считается не сданной, то уже пройдет некоторое количество дней. И, собственно говоря, налоговые органы должны будут автоматически вас уведомлять, если не сдана декларация, и уведомлять вас они должны за 14 дней до блокировки счета. То есть еще раз возвращаемся к тому, что практически вы в период сдачи отчетности должны начинать рабочий день с проверки переписки с налоговыми органами. Если у вас настроена работа с личными кабинетами, то вы получаете это оперативно. Если не настроено, то здесь, так сказать, опоздание смерти подобное, то есть вы можете пропустить нужный срок и по полной программе получить штрафы. Единственное, что в настоящее время, то есть сейчас, в этом году, есть достаточно приятное послабление, так сказать, небольшая конфетка. То есть в КААП были внесены поправки, которые смягчают ответственность организации и вступили они в действие практически совсем недавно, 25 июля 2022 года. То есть одно из нововведений это такое же, как применялись к штрафам ГИБДД, то есть вы можете уплатить штраф, если вы положенную сроку уложились в размере 50%, то есть если вы уложились в срок, который указан для уплаты штрафа, то вы платите только половину. С 25 июля такую возможность имеют уже и юридические лица, и ИП в отношении штрафов, которые вам назначены были в ходе камеральных проверок государственного контроля, муниципального контроля, то есть здесь еще список есть в каких случаях вы можете использовать эту возможность. в общем случае, если вы попадаете, как бы так сказать, что вас проверку провело именно именно та организация, которая имеет право это делать, то вы платите штраф в течение 20 дней календарных дней рабочих. То есть нужно это учитывать для того, чтобы не попасть еще на рабочие дни банка. Значит, соответственно, если постановление вам было направлено по почте, а указанный срок истек, его можно восстановить. То есть вы пишете ходатайство в адрес органа, который вас оштрафовал и скидки в 50% распространяются на нарушение и физических лиц, и организации, и предпринимателей. То есть хотя бы на штрафе, если все-таки вам так не повезло, вы можете сэкономить. Теперь мы с вами еще раз вернемся в нашу демо-базу. И собственно, что еще мне хотелось здесь вам показать, это вот личные кабинеты, мы про это поговорили, как они могут облегчить жизнь. И снова вернемся в регламентированный учет. Практически по действиям, которые касались операций, на которые не требуется разрешение, у нас в самой программе изменений нету. То есть это административные меры мы должны соблюдать. Для того, чтобы получить сведения из программы для передачи фискальные органы, мы можем использовать опять же сведения, которые у нас имеются здесь. То есть получить сведения из EGRU из программы очень сложно. То есть здесь это занимает порядка пяти минут. И сообщения в контролирующие органы, которые вы подготовите, то есть запрос на разрешение, например, тоже можно использовать вот такой пункт сообщения в контролирующие органы. В этом случае вы можете выбрать все, что вас интересует все. Ну, то есть либо переписку, либо отправка приложенных копий. То есть можете присоединить файлы. И в обязательном порядке, напоминаю, вы должны отправить доверенность на то лицо, которое отправляет эти данные. Снова мы сейчас с вами вернемся в слайды. И я хочу вернуться к титульному листу и немножко повторить вашу, ну, как бы повторить начало нашей встречи, то есть наши контактные данные, куда вы можете обратиться со своими запросами, со своими, может быть, пожеланиями. И мы будем рады оказать вам любую помощь, которая касается программного обеспечения семейства 1С. И напомнить вам адрес сайта, по которому через некоторое время будет размещена запись нашего вебинара. Ну и соответственно, если у вас возникнут какие-то дополнительные пожелания или вопросы, мы будем этому всегда рады. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. мы благодарим вас за внимание, за время потраченное на нашу встречу. Всего вам доброго. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова